Актобе Ниртыш, матч на западе Казахстана начался с того, что хозяева льда, конечно же, на правах не только хозяйских, но и, конечно, на правах фаборитов. Все-таки Актобе Высок продержали таблицы и более мастеровитая команда. И вот первыми они забросили шайбу с передачи Зубковского и Скатова. Тисленко отличился и огорчил кипера Ртыша Штукерта. Но и чуть позже вторая шайба влетела в ворота поводарской команды. Правда, тот Штук выручал не раз, конечно, несмотря на то, что сегодня много пропустил и, тем не менее, много и выручал. Ну, Актобе, конечно, в первом периоде он явно может все в период занести себе в актив. Пополз в передачу Сочникова и Леонида Беляева, ну, а точку первой двадцати минутки поставил Агулико. Ну, вот и с таким вот результатом 3-0. Команды отправились на первый перерыв. И, казалось бы, игра для хозяева льда сделана. Но на второй период поводарцы с другой командой. И много нас создавали впереди. И, в принципе, Тихонову, киперу Актобе, было даже в некоторых моментах несладко. Более того, Ирфич даже наиграл на эту шайбу. Ну, а здесь показывают нам голы, которые Актобинцы провели. Ну, а мы продолжим нашу мысль во втором периоде. И Белашов из Иртыша забросил. И, как оказалось, это единственная шайба второго периода. И, к чести полгарской команды, они выиграли этот второй период, если можно так, конечно, говорить. Но Актобинцы, я думаю, на второй период отправились уже, наверное, с попросительным знаком на лицах. И Шан Цуо, и вот тренерский штаб, конечно, я думаю, пару ласковых в раздевалке сказали своим подопечным. Ну, а Иртыш, вот видите, они вот, если начали игру где-то, вот, прижимаясь к своим воротам, то вот второй период, он по-настоящему раскрылась команда. И они не раз угрожали воротам Тихонова. И иногда это, конечно, получалось очень неплохо. Показывают там шайбу Никита Белашова, получают поздравления от партнеров. И эта шайба была единственная во второй двадцатиминутке. Ну, а на третий период, собственно, Актобинцы вновь восстановили все то, что наиграли в первом периоде. Забросили две шайбы. Сначала это сделал все тот же Скатов лучший в своей команде по статданам. Больше всех забросил, больше всех Галил Пердачу отдал. А Скатову уже ассоциировали Ермолаев в Голливуд Передачу. Ну, а точку, точку в этом матче поставит Леонид Беляев в большинстве. И тем самым установит окончательный счет в этой игре. Ну, и вот так вот, видите, активницы создавали моменты. Конечно, Штукер в третьем периоде тоже было нелегко. Очень много Актобинцы насоздавали, подгоняемые своими активными болельщиками. И третий период, конечно, не то чтобы стал, наверное, определяющим, а, ну, по крайней мере, показал всю ту разность уровней. Но, опять же, завтра повторный матч. И это говорит о том, что все может сложиться иначе. Тем более, хоккей знавал много таких моментов. А этот эпизод, когда Зинченко, казалось бы, уже в пустые заносит шайбу. Но шайба предательски осталась на леточек. Еще и защитник отодвинул Зинченко. И шайба у нас в борота не влетела. Ну, и завтра, я думаю, Иртыш будет другой. Я почему-то говорю, потому что были прецеденты. Вот, к примеру, крайние игры Иртыш проводил против Кулагера Петропавловска. Если первую игру уступил крупно, с учетом 6-0 в сухую, то во второй игре дал бой Петропавловсам. Причем уступал по ходу игры, но сумели, ну, то чтобы сравнять, даже выйти вперед, и только Кулагер сам в конце перевел игру овертайме, а уже по булитам Кулагер выиграл этот матч. Соответственно, умеет команда Иртыш собраться, умеет сделать работу. Надо ошибками. Ну, а Ктубе тоже одна из самых, наверное, зрелищных команд лиги, в том плане, что хороший подбор игроков. Вот, Зинченко, Скатов, и все они, конечно, всегда довольно голодные на заброшенные шайбы. И, собственно, я думаю, завтра также мы будем ждать от них яркую игру. У нас такой затяжной хайлайт. Прям, наверное, все подряд смотрим. Но почему бы и нет? Игра изобиловала опасными моментами, и Штукер-то, конечно, сегодня было не сладко. Я уверен, что итоговая статистика будет такая приличная цифра в графе броски по воротам, которые, собственно, нанесли актюбинцы по воротам Иртыша. Ну, там показали нам шайбу Скатова, вот, что только сейчас там ее продемонстрировали. Ну, и сейчас еще финальную шайбу этого матча посмотрим. Леонида Беляева. И шайба влетает в ворота. Ну, и сейчас вот уже игра у нас, я думаю, закончилась вот этой шайбой, можно сказать, Беляева. Матч у нас уже, конечно, от Иртышу было не отыграть. 5-1. 5-1. И с таким результатом закончилась первая игра между Актюбе и Иртышом. И, собственно, интересный матч. Интересный, неоднократно мы это говорили. И давайте финальную статистику посмотрим. Цифры. Броски по воротам. Вот, чего я и ждал. Смотрите, 54 броска по воротам. Штукер-то. Сегодня Актюбе совершил 18 у Иртыша. Выигранные броски 22 у хозяев. И 39 у повладарцев. И вот, видите, единственный показатель, по которому повладарцы сегодня смотрели предпочтительнее. Ну, и удаление. По 14 штрафных минут команды наиграли. Ну, вот таковы официальные цифры этого матча. 5-1 на табло. Всего доброго. Любите хоккей, смотрите хоккей и берегите себя.